Мы озвучиваем вопросы, которые на нашем сайте. Вопрос 1864. По поступкам, какие житописатель восхваляет в деятельности святого, можно ли сказать, что тот, о ком пишут, и тот, кто пишет? Благоговели перед священным писанием и перед канонами соборов. Это седьмой том открытым оком. Вот оно указано. Ответ. Это я отвечал в университетах, в разных школах, занятиях. Можно только определенно сказать то, что они не знали Библию. А если знали содержание, то абсолютно превратно. По самости толковали, как хотели, что им казалось вполне справедливым. Судей 17. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Главное всегда было сделать необычно, вычурно, как еще никто не додумывался. Вот я так сделаю и попробую, не занеси меня в монашескую книгу Гиннеса, то есть в житиях. Лавсайк, в пролог. И попробуй, не зафиксируй мой рекорд, не канонизируй меня. Вопль стоит об этом желание. Хотя толкует о смирении, о борьбе против гордости. Прелесть еще. Как сказано, что у тщеславного из-под каждой его заплаты вопьет тщеславие и гордость. На такие их поступки, воюющие против Писания и против канонов, и любят ссылаться разжиревшей в непослушании и лени, ратуют за святого, пренебрегая Библией и канонами. Эпиграфом и житиям по Димитру Ростовскому взято вот это место апостола Павла, что и будем держать маяком, освещающим поступки канонизированных монахов. И увидим, что брать пример подражания можно быть, может, процента три, не более того. А остальное – самость на самость. Эпиграфом Димитрий Ростовский ко всем 12 книгам на 12 месяцев в житиях святых взял такой, Евреям 13.7. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие» «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие» «И взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» «Вот только тогда» «А памятование святого на каждый день, святые, Златоустик говорит, это подражание ему, а подражать-то и некому». Ну, просто скажите, я не знаю, может быть. Вот канон Андрея Критского. Всегда считают житие Марии Египетской. 40 лет была в пустыне. У нее ни одного шага не было евангельского вообще. Мария же Магдалина, это апостол для апостолов. Почему ее не считать-то? Вот зациклились на одном, и ей кто подражал Марии Египетской? Все с 5 века, с 6 века. Кто конкретно мне скажите, я не знаю. Кто подражал, вот так же ушел бы, 47 лет был бы, и все проще. Сегодня. Сегодня покажите. А для кого ее читают? А не для кого. У нас все мертвое. Поэтому еще же тут не будет угасания православия и прочее. Враждебное отношение в священном начале. И самое зловредное, гибельное для православия, это миссионерские отделы сегодня придумали. Бог не создавал отделов миссионерских. Он говорил, идите и проповедуйте подвое. Это надо искать, чтобы одаренные люди были. Для проповеди быть миссионером, чтобы человека обратить. Нужны тысячи. Не сто, не двести. Тысячи талантов, говорит Иоанн Златоустый. А чтобы крестить его правильно, с погружением, с троекратом, ни одного таланта не надо. А что надо? Произнес слова и все. Какой это талант? А сегодня в миссионерское дело набирает совершенно бездарное. Главное это хамство, грубость, щиванство, превозношение, рассорить друг о друга. И чтобы сегодня принял православие и стал именно вот таким вот, лжеправославным. И для этого выписали руководители из-за рубежа Дворкина. Совершенно похоже неверующий человек. Может быть масон был. Или наркоман бывший описывает о нем. Шизопренник. Он же сам лечился от этого. Зачем обманывать Бога? Принимать вид Ангела Света? Миссионеры идут подвое. Подвое. Они могут и с друзьями быть, это но подвое. А беседует один. Виссарион. Житие. 6 июня. Все это по старому стилю из Зимития Ростовска. И везде кавычки открываются. Это я оттуда копирую или перепечатаю дословно. Ко мне претензии какие могут быть. Случилось, что один брат в ските впал в некое прегрешение. Почему священник повелел ему выйти из храма, как недостойному быть в общении с братьями. Преподобный Виссарион, вставший, вышел вон вместе с согрешившим, сказав, и я грешен. И как это на это смотрят? А настоятель-то что? Правильно вывели его, раз согрешил некое. И кануны есть, говорит. Отлучен, настолько-то будешь. Я не знаю за что. Таково было смирение святого Виссариона. Его ученики сообщают о нем, что он в продолжение сорока лет не ложился на постель, дабы отдохнуть. Он позволял себе уснуть лишь на небольшое время, причем придавался сну или стоя, или сидя. Понимаете, вот хоть бы одно слово евангельское было. Стоя, сидя. Преподобный часто увещевал учеников своих бодрствовать и всячески остерегаться вражеских искушений. Он говорил, иноку следует быть как бы оком, подобного Хюрувимам и Серафимам. Если кто живет мирно, не имея искушения, таковому еще более нужно бодрствовать и смирять себя перед Богом, дабы как-нибудь возгордившись, не впасть в какое-либо большее согрешение. Ибо по причине гордости многие впали в брань с дьяволом. Ну тут техника слепляет слова, в оригинале там нет, но почему, не знаю. Иногда Бог ради немощи нашей не посылает нам испытаний, дабы мы не погибли совершенно. Жизнь всего святого отца была подобна жизни птицы небесной. Ибо никогда он ничего земного не приобретал. Не имел своей кельи или какого-либо пристанища. Он скитался по пустыне, переходя с места на место. Ходил по горам, лесам и подобно заблудившемуся путнику. Вот понимаете, даже считать дальше считаешь. И он знает Евангелие. Ну как подражать ему? Ну кто пойдет скитаться? Патриарх пойдет скитаться. И чего ради-то? Нисколько не заботился он о телесных нуждах своих. Не заботился он ни о пище, ни об одежде. На теле его было самое бедное одеяние. Едва прикрывающее наготу его. Меня смотрят вот как одет. А что лучше нельзя одежду купить? Я говорю, православно ли об этом говорить? Несмотря на то, что днем его опалял солнечный зной. А ночью холод. Вот он редко, когда ходил под кровлю, ходил. Он ходил по горам, как птица, ища уединения. Возводя свою ум к единому Богу. И лишь только на нем одном останавливая мысли свои. Видите, как описывает. Он птица небесная. Почему не сказать? Ходил как бомж. Ходил как лодырь, как нахлебник, как паразит. Господь сказал, в поте лица будешь работать. Он дня не работал. У него трудовая, чистая. Ему ни пенсии нету, ничего нету. Тогда и пенсии-то не было. Это нормально. Эта церковь прославляет. Ему подражать можно. Кого он там научил? А он такой мудр был, по горам ходил. А сейчас экскурсоводы ходят, водят там их где-то. Ну и что? Где это? Взирая на начальника совершителя веры. Павел говорит, взирая в себя и в учение. Ну в учение посмотрел бы. В первую очередь работать надо. Потеть. Потеть. А что работать? Жены нету. Кого кормить? Другим помогай. Было бы из чего уделять нуждающимся. А апостол Павла кто заставлял работать? И впредь, чтобы зря не суетились, говорит, но работали своими руками. Виссарион что, не слыхал это? Писание знал? Или плевал на Павла? Да бы было из чего уделять нуждающимся. День прошел, понедельник кому помог? Как птица небесная. Ну птица небесная, это вот она прилетает ко мне, я кормлю ее. Серафим даже и кормил медведя. Люди приходили, а этого не найдешь. Где его адреса? Нет никакой. Бомж. Сто процентный. И это проставляют. Но я сейчас сегодня пойду, любой священник меня сразу осудит. Любой. Зачем же это? И в конце житья написать, не делайте так, нельзя подражать. Этот человек нарушил все заповеди, и мы не знаем, где он есть. Но на спасение у него шансов никаких не было. А какие шансы, когда все подряд нарушил? И дальше. Мефодий, патриарх. 14 июня ему память. Кавычки открываются. Феофил приказал бить святого Мефодия по щекам. Причем щелесть его была разбита до того, что на всю жизнь у святого Мефодия остался безобразный шрам. Вот это били. Да как же это так? Будучи патриархом, святой Мефодия разрезал концы клобука и обвязывал ими челюсть, чтобы скрыть рубец. Из уважения к исповеднику и все иноки, по его примеру, начали носить клобук с разрезами. Больше ничего нет. Это подражать надо. А зачем закрывать рану? Зачем стеклянный глаз вставлять? Мы видим везде, ну где там, мы видим даже 17 мгновений весны и везде. Глаз у него черная повязка. Все видят черная повязка. Не засоряются впадины. Еще дурные немцы были. Зачем разрезать-то? Шрам, наоборот, он украшает. Посмотрите, бывают и артисты какие, ну ли ему рисуют, какой у него шрам, как он боролся, какой есть. А Магна, он бы сказал, вы-то еще придуряетесь-то. Ну я-то понятно, что завязал глаз, глаз они, теперь все монахи завязали глаза себе, а одноглазое общество. Почему? Потому что главное это было работать и трудиться. Трудиться и проповедовать. Этого нету, ну и дурили. Кино смотреть негде было, мобильника не было, поболтал бы там с какой-нибудь душой. Алипий столкни, 26 ноября. Я отвечаю на вопрос. Вот я отвечаю на один вопрос. Вот посчитайте, это уже третье житие. Кто так будет отвечать? Смирнов? Или кто? Назовите всех, которые там выходят, отвечают вопросы. Будут они так вам отвечать? Да никогда. Во-первых, они Писание не знают, чтобы на одно место открыть несколько мест Писания и показать, как считается, не на память. И житие они знают. Еще раз говорю, нужно знать каноны, но это ни много ни мало, 719. Как говорят старобряцы, на память знать. Но и святых отцов труды знать. А это ни худа, ни бедно, 300 томов. Повторяю, я не учился в семинаре ни одного дня. У меня нет никакого образования. Но я всю жизнь учился в ногах Христа. И нынче вот 53 года. 62-го года. Уже 54. Алипий столбник. Я хочу пойти на восток, сказал он ей. Потому что я слышал, что там, в пустынях, живет в безмолвии много святых отцов. В безмолвии живет. И что, по Евангелию? И много погубили. Да. Все это на совести монашества. Я поселюсь с ними, взирая на их богоугодное житье, постараюсь с Божьей помощью подражать их добродетельной жизни. То есть, вот это молчание, противление Богу, это добродетель было. Ну, сами-то маленько гляньте, кто это все говорит-то. Да и не все напечатал там Дмитрий Ростовский-то. Если все-то бы напечатал, с ума бы сошли. Там считаешь, в другой раз, почему только один раз написал об этом. Причастие брали, в руке насели, клали на могилки. Ну, то есть, самая настоящая оккультная наука вкоренилась в них. Сергий Радонежский, ну, тут уже наше. 25 сентября, кавычки открыты. Среди учеников преподобного был один по имени Исаакий. Он желал посвятить себя подвигу безмолвия. И посему часто просил у святого благословения на столь великий подвиг. И это никто его за это не осуждал. Какой же подвиг-то безмолвия? Ну, а был хоть один где-то? Нет, конечно. Нет. Ты зарытый талант. Зарытый талант свяжите по рукам и ногам. Это люди не спасенные, если по Евангелии. Какое отношение к спасению, когда вопреки Евангелии? И дальше. Когда он уже был священно иноком, он пожелал оставать где-либо монастырь. Это уже как к канонизации. А всем он и рассказал преподобному Сергию. Спустя некоторое время святой Сергий, видя всем изволение Божие, то есть вопреки Евангелии, но это Божие, потому что он Сергий, благословил Феодора и отпустил его, а также некоторых из братьев. Святой послал строителям одного из своих самых любимых учеников Афанасия сильного в божественном писании. Равнагельная жизнь преподобного, необычайное его смирение. Перед чем? Перед Словом Божиим, перед Духом Святым. Труды на пользу церкви, как раз труды-то для себя, внушили святому митрополиту Алексею желание иметь блаженного Сергия своим преемником и заместителем. Сегодня, чем больше бездарности в человеке, непослушание, неумение работать, у меня увидели Никиту, в семинарии его, в семинарии, в Томскую семинарию, там недобор всего шесть человек. Это в любой так. Это не православие, которое нам проповедуют. Православие – это евангельская вера. Когда святые отцы, каноны, правила, символ, все работает, оглашенный из Эдити работает, правильное совершение литургии, все должно быть по совести. Вопрос 1917, седьмой том «Открытым оком». Нужно ли верующим считать что-либо, кроме Библии? Или и среди нас нужны люди, знающие современные науки? Ответ. Это я даю ответ. Самый благоприятный случай по этому вопросу, когда знающий человек, грамотный, со степенями научными, уверует во Христа, точно по Писанию, и придет со старым багажом, когда эти знания, уже полученные в той прошлой бестолковой жизни, теперь он этими знаниями и воспользуется как мудрый багаж. Матфея 13. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Василий Великий, 1 января. Василий настолько увлечен был науками, что часто даже забывал, сидя за книгами, о необходимости принимать пищу. В Сильвестр, 2 января, заметив, что некоторые члены Клира забыли об обязанностях своего служения и занялись светскими, житейскими делами, он снова заставил их возвратиться на служение Церкви и при этом издал постановление, чтобы никто из посвященных не занимался торговыми делами. Он же установил для римских христиан новое название Дней Седмины. Римляне в то время первый день, который мы называем Неделей, называли Днем Солнца, а остальные дни именовали днями Луны, Марса, Меркурия, Зевса, Венеры, Сатурна. Вгнушаясь нечестивыми именами языческих богов, Сильвестр повелел называть первый день Днем Господнем, потому что в этот день совершилось преславное воскресение Господа нашего из мертвых. Проще же дни так, как и ныне именуются и римские христиане именуют. Вторник, второе, среда, посредине, четверть, четвертая, пятница, пятая, ну и суббота, саббат. Сделал также он постановление о том, чтобы христиане держали пост только в одну субботу, в которой Христос умер и сошел в ад, то есть на страстной неделе, чтобы разорить и его, и извести оттуда прародителя нашего Адама, вместе с другими правцами. В прочие же субботы поститься запретил. То есть, не думайте, что мясо есть, то есть разрешается растительное масло и вино. Нееме и спутники его перед стенами Иерусалима. Поехал я молча вратами долины к источникам царским и дальним вратам, и были развалены града пустынные, лишь смерть и безмолвие гнездилось там. В землю ложились полночные тени, вдали раздавалось рычание зверей, терровник колючий опутал ступени, разбитых рукой врага алтарей. И долго взирал я на них, опечален, разрушены стены, врата сожжены, солим величавы, лишь груда развален, в оковах и рабстве отчизны сыны. Взглянул я на братьев, пришедших со мною, и слово воззвания сорвалось осусь. Взгляните, окутанные мглы переною, наш город священный, разрушенный пуст. Возвигнем лежащие в прахе твердыни, исполнив пророк и священный глагол, и там, где царет запустение ныне, созижнется Господу новый престол. Из бездны страдания, позора и страха возникнет для жизни иной обновлен, победного станет издольного праха. Главой величавы, величавы, Сион, Ольга Николаевна Чумина. Вопрос 1936. Седьмой том, открытым оком. Часто ли монахи искали ответ в Писании на свои мероприятия, какие они хотели предпринять? Ответ. Чего нет, того нет. Кривое не может сделать себя прямым, и чего нет, того нельзя считать. Эккреся с первой главы. Им постоянно были какие-то голоса, образы, видения и благоухания. Их так как бы было просто обмануть лукавым духом, чего они не скрывают. И никаких доказательств, что это было от Бога. И в конце всегда они в руце Божией будут. И всегда они только в раю. Это тоже чисто сектантские выражения. Этого учения в православии нет. Никакой канонизации Бог не заповедал делать. А вот пишет житописатель, вовсе без страха Божия фантазируя от имени Бога. Они ведь как понимали, монахи и разные пустынники-то. Я тут столько голодал, столько недосыпал, столько колючек в меня воткнулось, и я их перенес и не вытащил. И сгорая от вожделения к противоположному полу, все-таки не женился. Обязан Бог дать царство свое мне. И его последовали так и делают. А они приватизировали небо. У них все было выверено. Стандарт святости выверялся по монастырским уставам, лекалам. Монашество погубило ивангельскую веру. Они искали и строили не царство небесное, а царство монахов и попов. Если даже с ветхозаветными людьми Бог разговаривал через ангелов или сам лично, то в Новом Завете это было чаще и откровеннее. Ивреям один. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. А у пустынников что спустилось намного уровней ниже ветхозаветнего. Или иконы, или звезды сложились в виде креста, или дерево чудно плодоносит. Левитам 26. Шум колеблющейся листа погонит их и побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует. Ефесянам 4. Да бы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром мучения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Колосиным 2.18. Никто да не обольщает вас самовольным, смиренно мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно мудрием, изнурении тела, в некотором небрежении, насыщении плоти. Аврааме, Щухломский, 20 июля, отличаясь величайшим смирением, он оставил обитель преподобного Сергия и, удалившись в пустынные места галеческой страны, основал там много обителей, то есть монашество затолкал. В это время он услышал с горы голос, сказавший ему, Аврааме, взойди на гору, здесь стоит икона матери моей. Преподобный зашел на гору и увидел икону Пречистой Богоматери с предвечным младенцем, стоящую на одном из росших здесь деревьев, Павниц. Он встал со слезами молиться и снова услышал голос, сказавшему, «Встань, Авраамей!» Он встал и икона, сама никем не поддерживаемая, сошла к нему на руки. На этом месте он построил себе сперва келью и долгое время пребывал здесь в уединении, а спустя много лет устроил в этом пустынном месте монастырь, собрал множество учеников и с неослабным усердием подвязался в посте и воздержании. Но чему он там научил учеников, это уже Бог знает. Субтитры делал DimaTorzok